Друзья, всех приветствую! И сегодняшняя тема у нас посвящена новому инструменту. Инструмент у нас идет вот в такой вот нейлоновой сумке, что очень удобно. Ну и как вы уже догадались, это ручной плиткорез для работ с крупным форматом. Система от DLT и чем-то схожая с Raymondi. Она состоит из двух направляющих планок. На каждой из них по 4 присоски. А по краям идет резиновая накладка. Это для того, чтобы плитка не царапалась. Итак, попробуем закрепиться. Рейка держится отлично. Далее у нас идет вот такая вот ручная каретка. Для более точного хода ролики можно регулировать. Здесь уже идет режущий алмазный ролик. Вот с таким вот плавным спуском, что очень удобно. Ну что ж, попробуем в работе. Ход каретки по направляющей. Да, ход очень легкий. И нажатие штанги очень плавный. Чуть далее мы испытаем его в работе. В набор входит вот такой вот сепаратор, ломатель или разделитель, кто как называет. Тоже протестируем. Планки соединяем с помощью двух направляющих и фиксируем планкой. Плиткорез был разработан для резки кермогранитных плит длиной до 3,5 метров и толщиной до 15 миллиметров. Длина одной направляющей 1,77 метра. Ширина 11,5 сантиметров. Толщина 2,5 сантиметра. Расстояние между направляющих 6,5 сантиметров. Присоска 9. В наборе идет транспортировочная сумка. Далее у нас идет вот такой вот слайдер. А с помощью данного слайдера можно делать прямой рез под 45, где-то 48, 49 и соответственно 180 градусов с регулировкой по высоте. Каретка изготовлена из стали и огибает направляющую с двух сторон. Ролики съемные на подшипниках, а также можно регулировать. Внутри каретки идет втулка. Она на подшипнике. И вот такой вот направляющий переходник. Накручиваем направляющую на уши. И вставляем слайдер. Закрепляем специальным ремешком. Далее устанавливаем диск. Я установлю универсальный диск для реза под 45, а также прямого реза. Этот диск также от ДЛТ. Посмотрим, как он работает по высоте. Здесь есть переходник для подачи воды, но мы будем применять пылесос. Итак, сначала испытаем, как работает ручной плиткорез. Отрезал вроде хорошо. Теперь попробуем разделить. Ну что ж, ломатель отлично справился. Теперь испытаем слайдер. Зажмем присоски. Выставим диск по высоте. Подсоединим пылесос. И приступим к работе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, режет легко и точно, а главное без пыли. А за счет регулировки вверх-вниз, мы можем вырезать серединку плитки, что очень удобно. Ну что ж, попробуем установить наш слайдер под 45. И если хорошо приглядеться, здесь есть ограничитель. При правильной установке мы получаем то, что нам надо. Ну что ж, попробуем снять фаску. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если у вас диск старенький и нет возможности подключить воду, то можно приложить мокрую губку и старенький диск будет пилить получше. Ну что ж, я думаю, что рез получился неплохой. Можно еще обработать черепашкой, а можно оставить так. В принципе тоже неплохо. Ну и после завершения всех работ, весь инструмент можно сложить в этот кейс. А кому система понравилась, я на всякий случай оставлю ссылку на инструмент. Кстати, у них сейчас на нее скидка. И кое-что в подарок. Ссылка в описании видео. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.